Циклон отступил, но его последствия продолжают устранять. Последние два дня выдались для экстренных служб неспокойными. Было осложнено движение на трассах. Многие населенные пункты решили с электричества. Перестал принимать соболеты Чебоксарский аэропорт. Но чрезвычайных происшествий удалось избежать. Сегодня глава Чувашии встретился с энергетиками, которые круглые сутки боролись с непогодой. Подробности в следующем материале. На контроле у специалистов этого центра вся энергосистема республики. У диспетчеров не одной свободной минуты. За сутки они принимают сотни звонков. Никаких дефектов, замечаний нет. На должном линии можно вводить в работу. Все электросетевые объекты собраны на этой видеостене. Если случится обрыв проводов, то тревожные сигналы поступят именно сюда. Мощный циклон, который бушевал в регионе на протяжении суток, испытал энергетиков на прочность. От снегопада и ветра пострадали 12 муниципалитетов. Все те аварии, которые происходили на линиях, на трансформаторных подстанциях, на диспетчерский бункт, своевременно информация доходила. Отключено было 64 подстанции в сельской местности, 3 распределительных устройства 110 кВт. Мы помним горки 2014 год, когда ледовый дождь прошел по республике, и одна треть потребителей, одна треть населенных пунктов, прежде всего в сельской местности, да и в городской местности, оставались у нас без электроэнергии. Сделали мы тоже соответствующие выводы. Начали предусматривать инвест в своих программах модернизацию существующих трансформаторных подстанций. Электричество в дома подали в считанные часы. Всего по республике работали более 40 аварийных бригад. Но чтобы подобраться к подстанциям и местам обрыва сетей, энергетикам порой приходилось штурмовать и глубокие сугробы на лыжах. Снег выше уазика. Уазик застревает, не может проехать, а все равно нужно делать переключения. Брали с собой лазы, когти, инструменты, оснастку и на лыжах шли полтора-два километра по заснеженному полю, для того, чтобы подойти к месту порождений. Все эти дни энергетики региона работали в режиме повышенной готовности. И уже сегодня утром электричество было подано в каждый обесточенный дом. Если взять сейчас на линии, все те средства защиты, которые как сработают, они на сегодняшний день позволяют нам, когда авария на линии, не на автомашине ездить по линиям, а выявлять, на каком километре, на каком участке авария произошла, чтобы аварийно-восстановительные бригады своевременно могли выехать на точки и устроить. Есть приборы ФИПы, фиксация обнаружения исправностей, они сразу показывают расстояние от подстанции до места повреждения. Ребята дежурные смены, молодцы. За 35 минут подали напряжение с хвоста, с другого линии. Просто никто ничего не успел почувствовать. Испытание непогоды прошла и система 112. Количество звонков превысило 7 тысяч. Если в обычные дни 112 принимают в проделах 1500 звонков, то здесь уже доходило до 3500 звонков за сутки. Задачи справились, оперативно передавали информацию, доводили и, соответственно, сокращали время оперативного реагирования на те аварийные ситуации, которые происходили на территории Чувашской республики. Чтобы свести количество экстренных ситуаций к нулю, в Чувашинерго продолжают модернизировать сети. Только на реконструкцию подстанции и внедрение продвинутых систем защиты планируется направить более 500 миллионов. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика.